Борьба за традиционные ценности сейчас получает совершенно другое измерение. Это по форме. Борьба за старое. Но поскольку главное в посткапитализме отчуждение духовных факторов производства, то борьба за традиционные ценности – это новая форма классовой борьбы или социальной борьбы, если угодно, посткапиталистического общества. Потому что ценности образования информации становятся самым главным. Не случайно последние десятилетия XX века на Западе идет уничтожение образования. У нас тоже… Но вот у меня сын учился в американской школе. Я преподавал в американских вузах не худших. ЕЛ, Колумбийский университет, в Англии Дармский университет – там лучшие факторы. Там степень разрушения образования. Но нашей школе даже нынешней не снился тот уровень тупости, который существует в хороших государственных школах Соединенных Штатов. Надо сломать образование, надо создать поколение тиктокеров для того, чтобы они были готовы в качестве объекта новой эксплуатации. Из вот этого молодого поколения тиктокерского, которые не умеют читать длинные тексты… Да, действительно, сейчас проблема со студентами. Многие студенты, даже в наших элитарных вузах, они не могут больше 5-6 страниц прочесть. У китайцев есть хорошая поговорка – если ты не умеешь читать длинные тексты, то ты будешь работать руками, а не головой. Кстати, тот же ВЭФ выпустил недавно такой небольшой меморандум, что будет ценным в будущем. Две вещи они отфиксировали. Первое – умение читать длинные тексты, и второе – умение их анализировать. Когда они рушат систему образования, они знают, что они делают, но они рушат ее. Ну, вот сейчас, что такое Уоксфорд, Кембридж, Сорбонна? Это на самом деле для среднего слоя, это такая отложенная безработица. Это мы возвращаемся к тому, что нужно сломать образование, чтобы людей подготовить к тому, чтобы они оказались объектом новой системы, посткапиталистической системы эксплуатации.